Торговый центр Рио снова заминировали по телефону. Сообщения о бомбе в минувшие выходные поступали дважды. Оба раза в субботу и воскресенье были эвакуированы все посетители и работники комплекса. Сигналы снова оказались ложными. Аналогичные проверки проходили еще в нескольких центрах столицы и области, а еще в Белгороде, Иваново, Курске и Петербурге. Теперь за разговорчики в классе никто не ругает. Ребята за школьными партами в последний раз все разговоры о поступлении, но Даша наоборот старается об этом не думать. Я просто до сих пор не осознаю, что это конец, что сейчас будет скоро выпускной, что потом подача документов. Я не знаю, для меня это все неизведанно и меня пугает все это. Этот выпускной первый для 10-й школы. Ей всего-то два года. Директор Ольга Кондрашова считает, что даже за это время детям удалось стать настоящим коллективом. И то, что мы увидели в этом году, в 10-м классе, нам давалось с трудом, чтобы они умели говорить, выступать, отстаивать свою позицию. Сейчас это интересные, сильные, самодостаточные личности. В начале выпускные по школам, потом общий сборный. Этот раз, вопреки традиции, в городском ДК, виной всему дождь. Но большая часть программы осталась без изменений. Хочется пожелать им найти свое место в этом большом мире, потому что заканчивается школа, и начинается взрослая жизнь. Хочется, чтобы ребята поступили в те учебные заведения, которые они для себя выбрали, и чтобы все у них получилось здесь, на территории нашего Подмосковья. Аттестаты получили 300 с лишним школьников, 42 документа с отличием. Награды за отличную учебу вручают вице-премьер подмосковного правительства Михаил Кузнецов и глава Реутова Сергей Юров. Конечно, грустно расставаться со школой, с одноклассниками, с которыми я училась. Но как-то надо вступать во взрослую жизнь. Радостно, безумно просто. Я знаю, что буду еще приходить, навещать учителей и выступать на школьных праздниках. Какой же праздник без школьного вальса и подарков? Для выпускников Реутова выступают звезды российской сцены. Финальную точку в праздничной программе поставил грандиозный салют. Президент футбольного клуба «Приолит» Борис Алиферов проводит для Сергея Юрова мини-экскурсию по стадиону. На старте масштабная реконструкция, многое уже сделано. Сейчас закупили на 360 тысяч крошку и начинаем на следующей неделе крошкой заливать то поле. Поле для мини-футбола уже готово. Искусственное покрытие, дренаж, рядом новые раздевалки. Заниматься могут и горожане, но только с утра. Весь день расписан для учеников спортшколы, сообщает Борис Алиферов. Глава города возражает. Стадион общественный, место нужно найти всем и в любое время суток. Как справились с этой задачей, обещает проверить через месяц. Без спорта, наверное, жизнь у нас была бы другая. И занимаясь спортом, конечно же, мы занимаемся и своим здоровьем, занимаемся своим самочувствием. Вообще-то глава города сейчас на стадионе не с проверкой. Приехал поздравить женскую команду «Приолит» с первым местом регионального чемпионата. Сергей Юров вручает медали и призы. Взамен спортсменке презентуют фирменный шарф и мяч с автографами команды. В жизни молодежи спорт важная, но не единственная страница. Об остальных говорят до встречи с городским активом. За круглым столом вместе с главой города общественники. У них идей море. Пришли заручиться поддержкой в реализации. Хотят, например, открыть антикафе. Собираться предлагают в одной из библиотек Риотова и объясняют, для чего им это нужно. Где можно спокойно, в спокойной остановке обсудить современную литературу, кино и поиграть в современные игры. Чтобы предложение было наглядным, даже приготовили проект. Активисты уверяют, все просчитали. Спрос будет колоссальным. На базе наших библиотек сделаны такие места для досуга, для общения на молодежи. Для того, чтобы они могли прийти бесплатно и в хорошей обстановке пообщаться друг с другом. Обсудить какие-то свои житейские проблемы или какие-то планы. Поиграть в настольные игры, почитать книги, воспользоваться интернетом. Воркаут-площадки для спортсменов, для любителей науки – кружки. А чтобы о городе заговорили, нужно выпускать сувениры с символикой. Это не просто предложение, это свежий взгляд. Так о них сказал глава Риотова и пообещал подобные встречи сделать регулярными. Новые места для парковки машин устроили на двух улицах Риотова. Проектом стоянки на Новой и Комсомольской не были предусмотрены. После заселения новостроек стало понятно, машины жильцам оставлять негде. В ходе одного из выездных совещаний, внимание на это обратили власти города, а после согласований с инвесторами строители приступили к работам. Теперь в городе стало больше в общей сложности на несколько десятков парковочных мест. Мы в этом году ведем большую работу по данным мероприятиям. На улице Новой, где мы сейчас находимся, здесь появится 20 новых парковочных мест. Также параллельно ведутся работы на улице строителей. Там порядка 50 парковочных мест новых будет. Далее мы в августе месяце будем приступать к реконструкции улицы Юбилейного проспекта, где тоже будет дополнительно построено 200 парковочных мест. Власти Риотова не допустят появления долгостроя. Глава города встретился с застройщиками квартала Новокосино-2. О том, что они срывают сроки сдачи, в администрацию сообщили будущие новоселы. Были, я так понимаю, какие-то проблемы с материалом, то, о чем жители говорили. Если говорить о фактах, за последнюю неделю сделано 5 этажей, вот конкретно на втором корме. После того, как срок сдачи домов был перенесен на полгода, администрация потребовала сменить подрядчика, что и было сделано. Сейчас на объекте заняты полторы сотни рабочих. Темпы строительства выросли, но Сергей Юров считает, что и этого недостаточно. Мы приняли решение, что количество людей будет увеличиваться. Мы приняли решение, что обратим внимание, прежде всего, конечно, на подключение инженерных коммуникаций, на замыкание теплового консула по данным корпусам, для того, чтобы к октябрю месяцу войти в отопительный сезон, и для того, чтобы эти корпуса уже были с теплом, для того, чтобы заниматься внутренней отделкой. На сегодняшний день в рамках тех договоренностей, которые есть у нас с компанией-застройщиком, в декабре месяца этого года эти два корпуса будут сданы. Все коммуникации будут готовы к началу отопительного сезона. Об этом главе Реутова сообщили коммунальщики. На одном из корпусов тепло подключат к началу августа, на втором – к середине сентября. Чтобы закрепить оговоренные сроки сдачи домов, в декабрь этого года глава Реутова проведет еще одну встречу. На этой неделе на нее приглашены учредители строительной компании. Если верить прогнозам, днем будет облачно, без дождей. Температура воздуха плюс 22 градуса. К вечеру похолодает до 18 тепла. Ветер северный – 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова